Вода покрывает 71% нашей планеты. Достаточно места для мистики. Начиная от огромного морского чудовища, пожирающего акул, и заканчивая известным Бермудским треугольником. В этом видео я расскажу о загадочных исчезновениях и удивительных находках, которые произошли на воде или в глубинах океана. От таинственного японского драконьего треугольника до мумифицированного тела моряка. Пять загадок водной стихии. Манфред Бажурат. В начале 2016-го случилось что-то зловещее, что-то загадочное, что до сих пор нет ответов. Было найдено мумифицированное тело моряка, затерявшееся в океане. Это началось в 2008-м, когда Манфред Бажурат и его жена покинули дом в Германии, чтобы путешествовать по миру на яхте. К сожалению, вскоре они расстались, и Бажурат решил путешествовать один. Через два года его жена умерла, а он все так же путешествовал один. Он не часто общался с людьми, а с родными и близкими не виделся с 2009-го года. Он общался через фейсбук, когда получалось. В конце февраля 2016-го года его поврежденную яхту заметили рыбаки в 60 километрах от берегов Филиппин. Как рассказал один из них, он обнаружил серый труп, сидящий за столом. Это мумифицированное тело 59-летнего Бажурата. Также рядом были фотографии его мертвой жены, напоминания о прежней счастливой жизни, а также письмо, которое написал ей. Рядом также была найдена радиостанция. Быть может, он пытался позвать на помощь. Сразу же появилась версия, что его убили пираты. Но вскрытие показалось, что он скончался от сердечного приступа. Яхту также видела команда, участвовавшая в кругосветной гонке. Они уведомили береговую охрану, но последние не предприняли никаких действий. И вот где начинается мистика. Бажурат умер за неделю до того, как его заметила группа яхтистов. Однако его тело мумифицировалось до такого состояния, которое возможно лишь спустя несколько лет. Как могло такое произойти за столь короткий промежуток времени? Возможно, климатические особенности Филиппин способствовали этому. Кожа послужила резервуаром, предохраняющим внутренние органы от разложения. Тем не менее, патологоанатомы в недоумении. Как такое вообще возможно? На сегодняшний день неизвестно, как умер мужчина и почему его тело мумифицировалось. Сакайум. Это карстовая воронка в Мексике, Юкатан, Пенинсула. Расположенная рядом с останками от древнего города Майя, Майяпан, она образовалась вследствие провала породы. Такие явления также называют сенотами. Довольно типичное явление для данной области. Но Сакайум особенный. Местные боялись заходить сюда, так как считали, что место проклято и охраняется змеей с головой лошади, которую можно увидеть, если заплыть внутрь. Команда пловцов из National Geographic забралась внутрь, чтобы изучить Сакайум. Местные провели древний ритуал, чтобы боги разрешили пловцам войти и отвадить змея, который, как считают местные, убьет любого, кто войдет внутрь. После ритуала команда погрузилась в воду и не поверила своим глазам. Сакайум был услан человеческими костями. Эти останки отличались от тех, что были найдены в других колодцах. Эти люди не были принесены в жертву, в отличие от других колодцев в сеноте. Останки принадлежали мужчинам, женщинам, взрослым и подросткам. Что странно, останки имели вытянутую форму, такую же, как и в других местах по всему свету. Но на них не было повреждений. Быть может, это останки потерянной цивилизации. Также есть мнение, что тела были сброшены сюда во время эпидемии, чтобы предотвратить распространение болезни. Пока нет точного ответа. Древние майя считали, что это место преисподнее, известное как Балбоа. В совокупности с легендой о змее понятно, почему местные боятся спуститься сюда. Остается загадкой, откуда здесь эти вытянутые останки. Дьявольское море. Мы все слышали о Бермудском треугольнике, расположенном в Североатлантическом океане, который считает виновным в исчезновении множество кораблей и самолетов. Но есть и другая, менее известная область, в которой пропадают корабли и самолеты. Его называют Дьявольское море. Оно расположено в Тихом океане, близ Японии. Японцы называют его Манауми, море дьявола. Так и в Бермудах, здесь таинственным образом пропадают корабли и самолеты. Также здесь пропала Эмилия Эрхард, первая женщина, в одиночку пересекшая Атлантику. Она пропала в 1937 году, пытаясь совершить кругосветный перелет. Также в книге Чарльза Берлица рассказывается, что между 1952 и 1954 годами пропали 5 японских военных кораблей в этой области, а вместе с ними 700 человек. После этого правительство объявило место опасной зоны и начали расследование с группой ученых. Но когда пропали еще корабли, расследование остановили. Есть мнение, что подводный вулкан – причина несчастья. Но что случилось с пятью военными кораблями, до сих пор неизвестно. Также здесь много раз были замечены НЛО, корабли-призраки, а также были проблемы с электроникой, когда техника входила в эту зону. Даже сегодня эта область помечена как опасная. Что-то там происходит. Здесь расположен подводный вулкан, а также область с мощным магнитным полем. А что думаете вы? Это паранормальная зона или же это область с опасными, но естественными природными явлениями? Бен МакДэниел. История повествует о Бене МакДэниеле, 30-летнем мужчине, который пропал во время дайвинга. С тех пор его не видели. Вечером 18 августа 2010 года он припарковал свой пикап у магазина для дайверов в Вотекс Спринг. Зона для дайверов во Флориде. Бен был здесь часто и в тот вечер он заплыл в пещеру на глубине 17,5 метров. Главная достопримечательность Вотекс Спринг – как раз эта пещера. Здесь разрешено погружаться только опытным дайверам. Здесь даже висит предупреждающая табличка. В некоторых местах проход сужается до 25 сантиметров. Дайверам приходится снимать баллоны и нести их перед собой, чтобы проплыть вперед. Пещеры до сих пор не до конца изучены, что привлекло несколько смертей. Через два дня сотрудники заметили, что машина не передвигалась. Они связались с полицией. Внутри нашли телефон, бумажник, ключи и пропуск. Это означало, что он не вернулся. Полиция была уверена, что Бен утонул. Они прочесали пещеру, но не нашли тела. Три баллоны Бена лежали у входа в пещеру, а также одежда. 23 августа был подключен ветеран дайвинга и спасатель. У него репутация профессионала, который проплывет туда, куда никто другой бы не отважился. Он заплыл в неисследованные области, но ничего не нашел. Дайвер был уверен, что никого в пещерах нет. Семья Бена отказывалась верить в это. Они назначили награду тому, кто найдет Бена. Многие дайверы взяли на себя риск. Награда была отозвана, когда один дайвер погиб в ходе поисков. Так что же случилось с Беном? Почему его тело так и не нашли? В 2012 году вышел фильм, в котором расследуется его пропажа. Но выводов так и не сделано. Загадка пропажа Бена Макдэниэла так и не решена. Пирамиды Янагуни. Подводные архитектуры завораживают. Мы все слышали о затерянном городе Атлантиде, но есть и другой город в Японии, который может дать интересную информацию о развитии человечества. Это пирамиды и монумент Янагуни. Это подводные формирования из породы, которые расположены близ берега Янагуни. Они были обнаружены только в 1986 году. Когда пловцы погрузились, они обнаружили лестницы и террасы с острыми углами. С первого взгляда показалось, что это природные формирования причудливой формы. Затем японский дайвер спустился и подтвердил, что это точно рукотворное строение. Монумент сделан из песчанника и аргелита, возраст которого 20 миллионов лет. Похоже, что монумент вырезан из одного большого куска породы. Прямые линии и острые углы указывают на то, что это сделано кем-то и не просто так. Но тогда этой версии не уделили внимания. Было проще решить, что это природный феномен. Прошло 10 лет, перед тем, как пирамиды стали изучать вновь. Японский профессор привел веские аргументы в пользу теории, что это была продвинутая древняя цивилизация. На стенах были изображены люди и животные. Хотя фотографий нет, подтвердить это сложно. Среди ученых и чиновников велись ожесточенные дебаты, так как было трудно поверить, что такие необычные формы породы могли возникнуть сами собой. Так что это за затонувший город? Что делает его таким особенным? Если так, то он был построен 10 тысяч лет назад. Еще до того, когда эта область погрузилась под воду из-за тектонической активности. Это означает, что этот монумент был построен еще до пирамид в Гизе. Быть может, это древнейшее строение в мире. Есть и другая версия, по которой монумент насчитывает 2-3 тысячи лет. Многие, включая и Грэхома Хэнкока, оспаривают эти версии. Он считает, что идея о том, что это строение столь древнее, не согласуется с современной археологией и историей и просто будет оспорено учеными. Это также означает, что монумент бросает тень на современную археологию и историю, указывая на то, что мы упустили важную веху развития человечества. Так как течения в этой области слишком сильные, Ян Агуни изучен слабо. Это оставляет очень много вопросов и загадок. Сделаны ли эти строения людьми и как давно? Действительно ли они столь древние, 10 тысяч лет? Значит ли это, что люди начали строить намного раньше, нежели мы думаем сейчас? Это удивительная загадка археологии, которую вряд ли удастся решить в ближайшее время. А что думаете вы по этому поводу? Пишите свои комментарии под видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. А с вами был профессор Гуглов. Увидимся!